Доброе утро, Ульяновск! Привет тебе вся, Ульяновская область! На часах 6 утра. А значит, на телеканалах Репортер 73 и ОТР пришло время нашей самой ранней программы. Но для начала, по традиции, немного истории. На календаре 13 декабря, среда. В этот день, в 1642 году, голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию. 13 декабря 1922 года первый Закавказский съезд Советов образовал созданный 12 марта 1922 года Федеративный союз социалистических советских республик Закавказья в единую Закавказскую социалистическую федеративную советскую республику. Год 1967. В США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8». В 1971-м Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». И вот сразу как-то новогодним повеяло, да? Настроение, да? Сразу захотелось новогодние фильмы пересмотреть. Продолжим. 13 декабря 1974 года Станислав Курилов совершил побег из Советского Союза, спрыгнув с борта лайнера и проплыв около 100 километров. Мы побег из студии не планируем. У нас тут тепло и красиво. В деле наведения красоты. Нам, кстати, помогает партнер программы студия флористики «Нимпа-73». Для вас сегодня работает Оксана Коваль. И Владимир Гаврилов. Поехали. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион. И начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер-73» и «ОТР». И еще. У вас уже не болит голова. Продолжаем тему удивительных ледовых катков. И сегодня переносимся в Ставрополь. Там в начале декабря открылся каток с самым современным сотрудником. И это робот-бориста, который будет работать без выходных, без перерыва на обед. Это очень удобно. Кстати, в теплое время года там же в Ставрополе трудился его предшественник. Работал робот в сквере Героев России и продал посетителям более 20 тысяч чашек свежесваренного кофе и какао. Ну, а новый робот будет осваивать холодное время года. И миссия его будет более важной. Ведь так приятно после катания на коньках согреться чашечкой горячего напитка. Да, а ты не боишься, что роботы постепенно захватят все и все профессии? Не боюсь. Если это произойдет, то не скоро. Да и не сможет искусственный интеллект освоить все без исключения профессии. Вот, например, представь, как выглядела бы рубрика ЗОЖ с ведущим роботом. Скучно и безэмоционально. Ну, тогда передаем слово нашим привычным ведущим самой спортивной рубрике «Репортеры 73». Друзья, доброе утро. Меня зовут Артур. Я тренер для взрослых и детей. Начнем этот день с зарядки. Эту зарядку можно начинать вообще лежа на кровати даже. Ложимся, если вы еще не вставали, покомфортнее. И начинаем поднимать бедро и тянуть его к себе по очереди. Сначала правую, правое бедро, а потом левое. Можно вообще это делать еще даже с закрытыми глазами, если вы еще не проснулись до конца. Дальше можно поднимать прямую ногу. Также по очереди. Делаем по 10-15 раз. Отлично. Перекатываемся на бочок. Я встану на локоть, чтобы вам было лучше меня видно. И буду поднимать ногу, которая у меня наверху. Опускать. Также 10-15 раз. Хорошо. Я поменяю сторону. Я встану на другой бочок и продолжу делать на другую ногу. Хорошо. Снова я ложусь на спину и дальше буду мотать своими стопами. Я стопы потянул сначала на себя, а потом от себя. На себя и от себя. Без большой нагрузки вы должны ощущать приятные ощущения. Хорошо. И теперь поработаем немного пальчиками ног тоже. Сжали их и расслабили на себя, потянули. Сжали, потянули на себя. Сжали, потянули на себя. Раз. Еще разочек. Ну вот мы немного взбодрились. Можно уже садиться на кровать, например. И перейдем к шее. Делаем на кончике вперед. И на кончике назад. Делаем опять медленно. Здорово. На кончике в стороны. И разворотики. Посмотрели в одну сторону. Смотрели в другую сторону. И так мы заказываем. Дискомфорта быть не должно. Если он все-таки есть, то мы делаем амплитуду поменьше. То есть. И до конца не доводим. Хорошо. И... Хорошо. Дальше приступаем к спине. Я выправляю ноги. Одну ногу я ставлю наверх другой ноги. Не пугайся. Это несложно. Главное попробуйте. Дальше я одну руку завожу за коленку. И этой рукой отталкиваешь назад. И тем самым разворачиваю свою спину. Должны быть приятные ощущения. Сильно не давим. Хорошо. Ноги меняем местами. Ставим руку. И делаем развороты. Можно вернуться и поделать так несколько раз. Вернулись. Делали развороты. Вернулись. Сделали развороты. Здорово. Продолжаем. Разминать нашу спину и лопатки. Упражнение кошечка. Наверное, вы его видели. А может даже и делали. Здесь нужно округлить спину максимально согнуться. А здесь нужно максимально разогнуться. Согнулись. Округлили спину. Разогнулись. И еще разочек. Хорошо. Теперь фиксируем спину и будем двигать лопатки. Лопатки свели. Лопатки вытеснули вперед. Локти я не сгибаю. Локти у меня прямые. Вытеснули вперед лопатки. Свели. Вперед. Свели. Раз. Еще пару раз. Здорово. Ну вот вы и готовы, друзья, к этому замечательному дню. Желаю вам отличного настроения. Всего хорошего. В Ульяновской области программы поддержки промышленных предприятий и предпринимательства продолжат свое развитие в 2024 году. Среди которых, например, предоставление субсидий организациям, где трудятся работники с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в 2024 предусмотрено предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению Фонда развития промышленности Ульяновской области. На эти цели запланировано 25 миллионов в федеральном и областном бюджетах. Также продолжится поддержка предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда», предусматривающего внедрение бережливых технологий и рост производительности труда на предприятиях не менее 5%. На эти цели решено направить более 23 миллионов рублей. Кроме того, продолжится строительство инфраструктуры зон развития Ульяновской области на средства инфраструктурного бюджетного кредита. А еще в следующем году более 117 миллионов рублей планируется направить на осуществление мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по научно-технологическому развитию, которая становится одним из ключевых драйверов экономики страны. Для обеспечения этой задачи необходимо повысить инновационную активность бизнеса, наладить серийный выпуск критически важных комплектующих и выстроить прочные кооперационные цепочки для выпуска конкурентоспособной инновационной продукции. Кроме этого регион вошел в пятерку рейтинга по коэффициенту изобретательской активности с учетом полезных моделей. Ульяновская делегация посетила предприятия Челябинской области. Задача неизменна – взаимная презентация промышленного потенциала для выстраивания межрегиональной кооперации. В составе команды нашего региона представители 20 компаний и областного правительства. Для Ульяновской области, наверное, это сельское хозяйство, это строительство прежде всего, потому что надстройки могут быть самые разные – и краны, и погрузчики, и самосвалы. Вот для Ульяновской области, я думаю, это наиболее актуально. Также спецавтомобили. Мы получаем автомобили на базе Уралов. Это для лесопожарных служб. Пожаротушение используется, так как отличная проходимость прежде всего в лесах. Одним из наших продуктов – это установка импульсного пожаротушения переносная, с ранцевого типа. Завод Уралаз заинтересовался нашим оборудованием, пригласил нас на тестовую демонстрацию. Я считаю, что это очень полезно. Во-первых, придается весомость таким, скажем так, малым компаниям, которыми мы являемся, привозим свой продукт, монстрируем его. Знакомство уральских и ульяновских промышленников заняло несколько дней, и обоюдный интерес не заставил себя ждать. В целом, этот визит открыл широкие возможности сторон к представлению своих возможностей и, как следствие, наращиванию производства за счет новых заказов. Более двух десятков предприятий региона подтвердили готовность кооперироваться с ульяновскими предприятиями. Ульяновский автозавод меньше чем за два месяца выполнил заказ на полторы тысячи автомобилей. По поручению президента России Владимира Путина, правительством были выделены дополнительные средства, а Минпромторгом осуществлена закупка более полутора тысяч автомобилей УАЗ «Патриот». Безвозмездная передача всех внедорожников новым регионам России состоится до конца первого квартала 2024 года. Народный фронт при поддержке правительства ДНР распределит технику воинским частям и медицинским учреждениям, работающим в зоне СВО. Такая техника необходима для выездов срочных, аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения. В Ульяновской области выросло число предпринимателей. Эту тему специалисты поднимали во время форума «Деловой климат в России-2023». Как отметил губернатор, малый и средний бизнес проявляет высокий уровень адаптивности к новым условиям в период действующих санкций. Наблюдается положительная динамика по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Растет число граждан, применяющих специальный налоговый режим. Увеличилась численность занятых в сфере МСП. Если в начале 2023 года в регионе осуществляли свою деятельность 42,5 тысячи предпринимателей, то по итогам 9 месяцев их стало более 43 тысяч. 16 учреждений региона вошли в топ-1000 лучших проектов России, направленных на всестороннее развитие детей и молодежи. Всероссийский конкурс «Движение первых. Премия первых» нацелен на отбор и присуждение награды за деятельность, направленную на развитие детей и молодежи. Его особенность – уникальная механика оценки и поиска лучших мест и проектов, достойных всероссийского признания. В течение двух месяцев участники анализировали более чем 6,5 тысяч заявок. А теперь «Движение» приглашает детей и взрослых принять участие в народном голосовании для выбора финалистов конкурса «Премия первых». В результате чего определяют 100 финалистов. Отобранные номинанты войдут в онлайн-каталог всероссийского проекта «Выбор первых». В нем будут размещаться полезные для детей и молодежи места, платформы и активности. Голосование продлится до 31 декабря. В январе экспертное жюри премии «Первых» выберет победителей в каждой номинации. Торжественное награждение состоится на втором съезде «Движения первых». Молодежная политика выходит на новый уровень. Основанная в 2022-м при поддержке президента, сегодня детско-молодежное движение «Первых» объединяет почти 5 миллионов человек. Ученики, педагоги, наставники. В регионе прошла первая конференция регионального отделения движения. Волонтеры, спортсмены, артисты и молодые ученые, а главное, все они патриоты, желающие внести весомый вклад в развитие общества и родной страны. Сегодня в этом зале собралось почти 400 представителей «Движения первых» со всего региона. Они подводят первые итоги своей работы и строят планы на будущее. Это важнейшая общественная организация страны. Трудно переценить ее значимость, поскольку за вами, дорогие друзья, будущее нашей страны. Вы строители будущей России. Поэтому чрезвычайно большое внимание сейчас уделяется в государстве вашей организации. Жизнь и достоинство, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, служение Отечеству. Вот они, главные ценности, которые считает своими каждый участник «Движения». А это миллионы детей и подростков по всей России в возрасте от 6 до 18 лет. Только вместе мы можем достигнуть высоких результатов. Только вместе мы можем быть поистине первыми. Успехов нам в сегодняшней конференции и удачи на нашем активном пути «Движения». «Движение первых» объединяет молодежные организации страны. Например, в него вошли юнармия и российское движение школьников. Всего 12 направлений деятельности – образование, наука, труд, культура, добровольчество, спорт, медиа, дипломатия, патриотизм, туризм, ЗОЖ и экология. Среди флагманских проектов – хранители истории, в основе которого патриотизм, сохранение исторической памяти, служение Отечеству. В ряды хранителей только в нашем регионе этой осенью торжественно вступили 14 мальчишек и девчонок. Кто-то приходит сюда для того, чтобы поговорить с людьми, развить круг общения, а кто-то находит знания. И это очень важно тоже, потому что здесь их дают. Здесь есть все. Здесь есть люди, с которыми вы можете пообщаться, познакомиться. Здесь есть знания, которые вам могут спокойно отдать, и вы можете это принять. Это дают в понятной, приятной форме. Участие в проектах «Движение первых» позволяет школьникам проходить стажировки и курсы, посещать культурные мероприятия, консультироваться с экспертами и другое. Радно на самом деле, что у нас в регионе очень много победителей, которые уже заняли призовые места на всероссийских конкурсах «Движение». Я уверен, что у вас все будет получаться. Первый год позади. Эти ребята и их старшие наставники подводят первые, но уже весьма значимые итоги. Им есть чем гордиться. Здесь каждый вдохновитель и инициатор проектов, способных менять будущее большой страны. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимает Россию знамя. Екатерина Терещенкова, Павел Асланидия, репортер 73. Картина Дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Элемент за элементом сходит с этого мини-конвейера на фабрике игрушек в Димитровграде, чтобы отправиться в сборочный цех. Но сперва сюда, к станкам по пневмосистеме, подают сырье. Одинаково бесцветное, его окрашивают в соответствии с техническим заданием. На каждом станке прямо сейчас прессуется свой элемент. Российско-белорусское партнерство на старте и локализованная местная история сегодня. С 2019 года в Димитровграде работает завод, продукция которого радует детей по всей стране и не только. До сих пор 85% рынка игрушек в России заполнено импортными товарами, в основном китайскими. То же самое и у соседей по Евразес. Конкурировать с Китаем, конечно, нам непросто, но мы прилагаем максимально все возможные усилия именно для этого. Для чего и локализуем здесь и закупку местного сырья, закупку местных комплектующих, сокращаем расходы на логистику. Отечественные с соседнего Татарстана уже 90% используемого сырья. Комплектующие стараются покупать у ульяновских и димитровградских предприятий. Местные компании изучают внутренний рынок и находят предложения не хуже, чем ранее используемые западные аналоги. И что самое важное, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, на фабрике ценят каждого рабочего. А здесь их более 200 человек. Численность производственного цеха составляет 42 человека. Непосредственно на смене это у нас мастер, контролер качества, заготовщик и наладчик. И, конечно, операторы станков. В сборочном работников, точнее работниц больше. Прямо сейчас 61 комплектовщица занята сборкой 28 видов игрушек. В среднем в течение смены они сдадут на склад от 7 до 8 тысяч единиц. У нас есть на каждой игрушке норма. Поэтому при выполнении нормы, соответственно, комплектовщицы получают заработную плату. Но многие девушки, наверное, даже больше половины наших комплектовщиц, эту норму перевыполняют. То есть есть возможность больше заработать. Несмотря на кажущуюся простоту работы, а что может быть сложного в сборке игрушки из готовых элементов, здесь каждый новый сотрудник проходит обучение. Сегодня, когда заводы буквально соревнуются за перспективные кадры, процесс первоначального обучения становится жизненно необходимым. В течение пяти дней стоит на одной игрушке. Она запоминает технологию сборки, как собирать, на что обращать внимание следующие пять дней. То есть она стоит на другой игрушке. Пытаемся, чтобы девочка попробовала разные серии игрушек собрать. В цехе, где пластик обретает форму, то же самое правило. Каждый оператор станка проходит вводный курс, после которого любая ситуация с расхождением штампа и контрольного образца не вызывает паники. Рабочий процесс и только. В тот момент, когда он видит, что детали пошли с отклонениями, в этот момент он подходит, смотрит, сам может подналадить процесс, или если у самого не получается что-то сложное, то он приглашает наладчика. Практически станок может работать всю смену без подналадки. Сегодня здесь продолжают работать австрийские станки, приобретенные на заре предприятия, и новые китайские машины, которые практически ничем не уступают европейским образцам. Для последних все комплектующие в наличии. Для первых при необходимости находятся аналоги, так что процесс создания отечественных игрушек, пусть пока что и на импортном оборудовании, не прерывается практически ни на минуту. Мы считаем, что наши дети должны с самого роднего детства играть именно российскими игрушками, и не только сделанными в России, но чтобы эти игрушки изображали российские образцы промышленной техники, для того, чтобы такой вот патриотизм, что ли, с раннего возраста в них воспитывался. Для этого предприятие заключило ряд лицензионных соглашений с Союзмультфильмом, а также планирует договориться с производителями автомобилей, тракторов и комбайнов. Партнерами фабрики готовы стать КАМАЗ, Рассельмаш, а в будущем, возможно, СИМАЗ и УАЗ. Всему свое время, место и ресурс. Евгений Луковкин, Максим Архипов, репортер 73. От гибели губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских я поздравляю вас всех с этим очень знаменательным событием в вашей жизни. Знаменательный день. Школьникам из разных муниципалитетов Ульяновской области вручили паспорта. Шаг во взрослую жизнь под звуки гимна. Это будет происходить в рамках всероссийской акции «Мы, граждане России», которая с начала 2000-х годов была организована Российским Союзом Молодежи. С 2023 года эта акция стала акцией «Российского движения детей и молодежи в движении первых», которую мы реализуем теперь совместно. Мы хотим сделать эту акцию, сделать вручение паспортов знаковым и памятным событием, чтобы для ребят запомнился тот момент, когда они получают паспорт, становятся гражданином Российской Федерации. В дом правительства Ульяновской области пригласили школьников, достигших особых успехов в учебе, спорте, общественной или культурной деятельности. Я хорошо пою. Меня несколько раз в школе за все протяжение 7 лет приглашали на конкурсы. Один раз даже выигрывали. Для меня это было очень неожиданно. Я думаю, что меня сюда позвали из-за моей активности, из-за многих участий в разных конкурсах, также и районных, областных, международных. Я первый раз в доме правительства, и мне очень нравится, здесь очень красиво. И для меня вручение паспорта – это как важное событие. Паспорт для меня – это документ, который подтверждает мою личность, он очень важен. Получение первого паспорта – важный и волнительный момент для любого подростка. Все-таки главный документ в жизни человека. Вы занимаете активную жизненную позицию. Может быть, иногда и не всегда это воспринимается окружающими ровно и плавно, как хотелось бы. И не всегда может быть много у вас последователей. И приходится преодолевать какие-то тернии, и вам сложно. В этом ваша сила. С получением паспорта наступает большая ответственность. Теперь они не просто дети, а не только школьники. Пусть даже активисты, но и полноправные граждане большой страны. Впереди выбор жизненного пути. Каждому предстоит определиться со своими интересами и целями, большими и малыми. Главный документ юные ульяновцы получили в день, когда Конституции Российской Федерации исполнилось 30 лет. Символично закон своей страны каждый обязан чтить и неукоснительно следовать ему. Расходы городской казны на капитальный ремонт в следующем году вырастут. По словам представителей городской администрации, объемы финансирования работ по восстановлению жилого фонда «Ульяновска» увеличатся почти в полтора раза и достигнут 150 миллионов рублей. Такое распределение средств в бюджете позволит расширить предварительный план ремонта с 46 до 55 домов. По самой последней информации, в этом году подрядным организациям удалось выполнить 48 из 53 запланированных видов работ на 24 многоквартирных домах. В этом году на капитальный ремонт из городского бюджета израсходовано 108,5 миллионов рублей. 93 миллиона федеральных рублей на развитие туристической инфраструктуры получит наш регион в следующем году. Получить поддержку удалось благодаря участию Ульяновской области в нацпроекте «Туризм и индустрии гостеприимства». Средства направят на строительство модульных кемпингов для отдыха на природе. В этом году в регионе реализовали 14 проектов на 68 миллионов рублей. Субсидии получили авторы проектов по благоустройству пляжей в образовательно-оздоровительном центре в Чердаклинском районе и экопарке в Старомайинском районе. В День Героев Отечества в память о погибших в ходе специальной военной операции в выпускниках мемориальные доски Владиславу Мурлатову и Денису Алонса открыли в Мариинской гимназии. Участие в торжественной церемонии приняли родственники и друзья погибших, члены ветеранских организаций и глава города. На сегодняшний день мемориальные доски в честь погибших в зоне СВО ульяновцев открыты в семи школах города. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем правильные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Ты готова? Нет. На Казанский авиационный завод требуются станочники, инженеры-технологи, обучение, жилье. Телефон 8-987-069-47-66. По данным сайта Гесметио, 13 декабря в Леновске облачно, без осадков. Температура воздуха по области ночью от минус 16 до минус 20, днем минус 14-18 градусов. В городе температура воздуха ночью минус 17-19, днем от 15 до 17 градусов морозом. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров артутного столба. Вы смотрите «Утро с репортером». Для вас сегодня работает Оксана Коваль. И Владимир Гаврилов. Мы продолжаем. А сейчас немного о культуре и о планах на следующий год. В 2024 году в области обновят 30 учреждений культуры. Модернизация коснется музеев, театров, домов культуры, детских школ искусств. Так, например, в новом году проведут ремонт внутренних помещений детской школы искусств номер 2. Во дворце культуры имени Первого Мая обновят лицевую часть фасада здания и зрительный зал. А в ДК Кендяковка установят систему вентиляции. В доме культуры поселка Плодово отремонтируют фойе, внутренние помещения и укрепят перекрытие потолка. В Ульяновском драмтеатре заменят кресло в зрительном зале. Если кто-то сомневается в реальности планов, предлагаю напомнить о том, что было сделано в этом году. А сделано немало. Модернизированы 39 объектов культуры. В селе Старый Тимошкино Барышевского района открыли новый дом культуры. В Ульяновске были переоборудованы в модельные три библиотеки. Также была закуплена новая световая аппаратура в Ульяновский драматический театр. А еще капитально отремонтирована детская школа искусств имени Варлама в Ульяновске. В здании поменяли полы, покрасили стены, проложили новые сети электроснабжения, установили систему автоматического пожаротушения, оповещения и многое-многое другое. Для маломобильных посетителей оборудовали подъемник и специальную санитарную комнату. А еще в 2023-м завершается реконструкция театра юного зрителя. Площадь здания увеличена в 10 раз. О других новостях из жизни Ульяновской области расскажем далее. Память должна жить вечно. Второй год подряд в День Героев России свою лепту в сохранении истории с подачи инициативных людей вносит почта. Вообще выпущено на сегодняшний день уже 29 художественных маркированных конвертов как в СССР, так и в Российской Федерации, посвященные Героям Советского Союза, посвященные Героям России, в том числе, я говорю, и в специальной военной операции на Украине. И вот это гашение сегодняшнее, оно проходит в рамках нашего гранта, который у нас идет с октября этого года по октябрь следующего года. НКО «Ресурс» во главе с Михаилом Петровичем Кузнецовым как раз выиграла президентский грант под названием «Эстафеты Героев», то есть Герои, которые идут от Великой Отечественной войны, Герои Афганистана, Чечни, Сирии и Герои сегодняшней СВО. Составляем альбом, скажем так, разворот, две страницы, слева изображение марки, собственно, процедура гашения, справа описание, кому посвящена, значит, про подвиг героя, про то, как он здесь жил, служил, работал, в общем, творческое дело, нас уже этим занимаются люди. И где-то через полгода, примерно, планируем выпуск альбома, планируем его раздать в музеи наши в области, в районах и в Ульяновске, в школьные музеи, потому что Герои ж не просто так жили, они ж учились в школах определенных, очень это ценят коллективы педагогов и школьники, туда дадим, ну, в общем, так, на всех хватит. 10 марок вышло в прошлом году, в 2023 появилось еще 10. Одна из них посвящена военнослужащим 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В этом году вышла марка, посвященная полковнику Сухареву. Он с 17 по 21 год был заместителем командира нашей бригады. Ну, к сожалению, после 21 года он был назначен в Костромскую полк ВДВ и с этим полком он участвовал в боевых действиях на Украине, где, к сожалению, погиб. И вот в честь него выпущена почтовая марка в Российской Федерации, одна из 10 этих марок. И гашение пройдет этой марки как в Ульяновске, так и в Рязани, потому что он родом с Рязани и закончил Рязанское воздушно-десантное училище. Ну, для нас это очень почетно, потому что вы же понимаете, что всего 10 марок, а регионов у нас почти 100. И очень приятно, что вот одна из марок посвящена Ульяновцу. А теперь пришла пора поговорить о современных трендах. О лайфхаках и полезных вещах. Ежедневно нам в этом помогают эксперты традиционной рубрики «Стиль». Очередной выпуск, который предлагаю посмотреть прямо сейчас. Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна, это рубрика «Стиль». Сегодня мы с вами будем готовить рождественский букет. Что нам для этого потребуется? Кашпо, флористическая губка «Оазис». Купить можно в любом флористическом магазине. Декор. У меня это игрушки, шарики, шишки, сухоцветы, лента и нобелес. Это елка, вы также можете купить ее в любом флористическом магазине. Что делаем? Я заранее подготовила «Оазис» по размеру кашпо. Если хотите, чтобы нобелес простоял более долгое время, не становясь сухоцветом, «Оазис» предварительно замочите водой. Далее формируем нашу шапку букета. Зачищаем у нобелеса стебелек. И таким вот нехитрым способом просто в «Оазис» его засовываем. Далее формируем нашу шапку. Сначала распределяйте в кашпо крупные ветки, потом добавите уже маленькие веточки, где это будет необходимо. Вот такой букет у нас с вами получился. Огромным плюсом на билиса является то, что иголочки не осыпаются, он просто становится сухоцветом, поэтому он простоит у вас весь сезон, и если вы бережно будете его хранить, он продержится и до следующего сезона. Теперь по вашему желанию украшаем его шарами, шишками. Сначала распределяем крупный декор. Я креплю просто на клей-пистолет. КОНЕЦ Далее крепим шары. Далее крепим шары. Далее крепим шары. Далее крепим шары. Мобилис также очень приятно пахнет елками, что создаст вам новогоднее настроение в доме. Спасибо вам за внимание. Это была рубрика «Стиль». С вами была Анна. Увидимся в следующей передаче. Далее крепим шары. Далее крепим шары. Далее крепим шары. Андрей Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Естественно, сразу поздравляем. Спасибо. Это сложно было? В чем заключался конкурс? Конкурс, да. Как всегда, конкурс нужно подать заявку, а вот составить заявку – это самое основное. То есть заявка предполагает не просто написать, что есть, а что уже громадный объем работы, что до этого. То есть сам конкурс – это понятно, там отправил заявку и ничего сложного нет. Вот все показатели – это многолетняя работа факультета, многолетняя работа коллектива. Ну, и оценили, я думаю, по достоинству. А сколько претендентов было, знаете? Более тысячи было заявок. Ну, там несколько номинаций, это конкурс предполагал, и мы прошли. То есть наш факультет. О чем писали? Ну, похвастайтесь немножко. Ну, хотя бы, я понимаю, все, не перечислим. Основные критерии, по которым оцениваются номинанты, это такие показатели работы факультета, как остепененность. То есть сколько кандидатов, сколько докторов наук на факультете реализуют образовательные программы. Это качество поступаемых к нам студентов. То есть с каким баллом, средним баллом ЕГЭ приходят к нам абитуриенты, выбирают наш факультет. Это участие преподавателей в грантовых программах. Сколько мы зарабатываем денег на научных исследованиях. Это количество аспирантов, количество защищенных диссертаций за отчетный период там устанавливается. То есть сколько докторских. У нас вот в 23-м только две докторских защищено на факультете и одна кандидатская. То есть это достойный результат такой. Публикационная активность. То есть очень много показателей таких комплексных, которые оценивались. Причем в удельном, в удельные показатели они оценивают работу коллектива. Ну и личные достижения декана тоже оценивались. Что было из личных достижений вами упомянуто? Расскажите. Личные также это общественная работа, это вообще достижения уже персональной кандидатуры соискателя премии декан года. То есть те же критерии, только уже непосредственно кандидатуре. А вообще, получается, учитывается такая комплексная работа на факультете, а все сливки снимает декан. Совершенно верно. Вы сказали все правильно. Награждают одного, а за дипломом, за медалью стоит труд всего коллектива. А вы первый раз вообще подавались? Да, конкурс довольно молодой, он шестой год проводится. И первый год вот я решил... Ну там еще требования есть, чтобы кандидатам они отработали не менее, по-моему, семи лет в должности декан. А, то есть до этого вы просто не могли бы так? Нет, мог, но как бы все равно еще сомневался. Должно прийти время, да? Всему свое время. Вот оно пришло, да? А в Ульяновске за эти шесть лет были победители? У нас были победители по номинации «Профессор года». То есть вообще это конкурс, профессорское собрание проводят ежегодно, вот шесть лет они уже проводят. И там есть номинация «Ректор года» по университетам, то есть аграрные, технические, педагогические. Есть номинация «Профессор года» также в различных направлениях. И есть номинация «Декан года». Насколько я знаю, до этого были победители в номинациях «Профессор года». Например, прошлый год «Профессором года России» стал мой научный руководитель, научный консультант. Он наш заведующий кафедрой агрархиотехнологии машинобезопасности и деятельности. Это профессор Курдзюмов Владимир Иванович. Ну и, наверное, вот его... Посмотрели, подумали, а почему бы мне не попробовать, да? Да, я уже подал на «Декан года». А вообще, когда подавали, вот вы как свои оценивали возможности? Как вы считали, вы надеялись на победу? Честно, было сложно сказать, оценить даже. У нас в России, я посмотрел, более 130 университетов осуществляют подготовку по техническим наукам. То есть прямые конкуренты, с кем я... И такие топовые университеты, как Бауман, МГУ, и МИСИС, и ТМО. То есть все университеты участвовали. И то, что наш аграрный университет, наш инженерный факультет стал лучшим, это большая заслуга и коллектива, ну и наш деканат, в том числе. А вообще действительно такой момент, что как бы есть такие узкоспециализированные вузы, заточенные на технорей. А здесь вроде бы аграрный, но развивается инженерный факультет. Может быть, это тоже сыграло? То есть... Да, ну мы много, конечно. Но у нас факультеты уже как бы исторически так сформированы и имеют очень длительную историю развития. Мы регулярно обновляем и программы образовательные, совершенствуем подготовку инженеров. Вот это вот все дает положительные плоды, в том числе вот на таких общественных конкурсах общественное признание. А вот как вот награждение было? Есть для того, чтобы вручали? Да, награждение проходило в Доме правительства города Москвы с участием министра науки и высшего образования Фалькова, с участием министра просвещения. Ну и еще были в правительство, по-моему, тоже там были у нас такие уже высокопоставленные люди. То есть внимание конкурсу на серьезном уровне проходило. Много очень было людей. Ну и награждение, наверное, часа три шло даже по времени. Да, там прерывались награждения, то есть по различным номинациям и прерывались выступлениями о том, какая ситуация в высшем образовании. То есть мы параллельно еще обсудили все проблемы и куда нам дальше идти. Поместили приятное с полезным. Да, совершенно. Получилась такая дискуссионная площадка еще. Да, да, да. Ну мы же не можем просто получить награду и уйти. Нам же надо еще и поговорить. Болели, наверное, за вас все сотрудники? Ну, я уверен, что да. И все рады, конечно. И ректор первый поздравил с кафедры, с деканата, конечно. А что вот именно для вас было самым сложным во всем этом периоде? Так, не знаю, может, задания были личные, которые нужно было выполнить или нет? Ну, сложно. Как бы показатели я знал. Посмотрел уже несколько года, два-три назад я увидел, какие показатели. То есть сложно было, наверное, выстроить ту работу, чтобы именно факультет работал как единый механизм, и мы закрывали все эти показатели. Но это показатели не только конкурсов. Эти показатели оцениваются при проведении мониторингов университета, при проведении аккредитации. То есть мы целенаправленно их выполняем и показываем, что мы эффективный факультет, эффективный университет. То есть мы работаем в этом направлении. А, кстати, вообще сейчас продолжается вот этот вот, наверное, всплеск интереса к инженерным специальностям. Потому что одно время был провис, потом начали, видимо, понимать. Вот в технические профессии молодежь пошла. Соответственно, сейчас как? Мест хватает на всех желающих? Или серьезный конкурс? Ну, мест прибавили нам в этом году. Уже министерство выделило дополнительные места на все инженерные направления, в том числе и на наш факультет. В этом году мы на очное отделение приняли 126 человек. То есть это где-то на 20 больше, чем вот прошлый год, сравнение с прошлым годом, если мы посмотрим. По потребности, по востребованности инженерного образования рост продолжает. Причем такой динамический стал всплеск, правильно вы отметили. Буквально вот на этой неделе мы совместно вот с творцом нашим творчества «Детей и молодежи» проводили очень интересное мероприятие. «Профорсайт» — это именно по популяризации инженерного управления. То есть приглашали старшеклассников. Где-то более 300 человек, по-моему, посетило наше мероприятие. И также мы приглашали представителей наших промышленных предприятий. Они озвучивали зарплату. Зарплаты очень хорошие. Там 60-65, вот средний по «Авиастар» — это вот приборостроительный завод. То есть сейчас уже выстраивается цепочка хорошая такая, что школьник, университет, предприятие. Это очень важно. Если раньше мы приходили в школу и говорили, давайте поступайте к нам, будете инженером — это круто. А дальше непонятно что. То есть сейчас наши предприятия стали работать вместе с нами, и они говорят, что поступайте вот на инженерный факультет, вы получите специальность инженера, дальше у вас все — трудоустройство без проблем. То есть здесь уже такая полноценная связь. То есть еще, грубо говоря, там старшеклассник может понимать, кем он будет. Он сразу может видеть, где он может реально работать. Он видит работодателя, он уже с ним может обсуждать какие-то вопросы, нюансы и прочее. Абсолютно так. Вот сейчас мы на все практически площадки по выбору дальнейшей профессии и приглашаем работодателей. Ну да, ведь вопрос всегда такой, а где потом работать? Кем потом работать? Очень часто. Сейчас уже у школьников образование, как бы ушел вот этот тренд, который был несколько лет, он сформирован, что мне нужно просто высшее образование. Корочка такая, да? А там дальше разберемся. Да, вот. Сейчас это ушло. Сейчас уже нужна конкретика выпускникам, и я очень... это хороший такой показатель. Ну и плюс, наверное, сами предприятия заинтересованы в квалифицированных специалистах. Конечно. То есть они готовы их ввести, предоставлять площадку для практики, для, я не знаю, может быть, даже подработки какой-то. Да, и стажировки, и практика, и... То есть ранние трудоустройства, где-то начиная с второго, с третьего курса, практически все предприятия сейчас пришли уже на программу раннего трудоустройства. То есть это трудоустройство на неполный день, там либо два через два выстраивается таким образом, чтобы они могли совмещать и учебу в научном отделении и уже развиваться как специалисты. Сами студенты как отзываются об этом, что вот есть возможность и учиться, и уже работать? Не сложно ли? Не просят там, а давайте пары отменим там? Ну, те, кто хотят и учиться, и работать, они могут все успевать. Вот много таких примеров, когда студенты очень активны, причем они успевают и там в КВЭ не участвовать у нас, и все успевают, и работать, и учиться хорошо. То есть главное желание от студентов, ну, а кто ищет... Кто не хочет, те ищут причины, или почему у меня не получилось, и что нам нужно помогать. Студенты как-то поддерживали вас? Вот вообще говорили же, наверняка тоже, естественно, что вы участвуете в конкурсе. Да, конечно, у нас актив студенты, очень хорошие, талантливые ребята. И сейчас вот у нас на факультете самоуправление студенческий деканат ежегодно обновляется. Вот в этом году первый курс пришли, очень активные недавно. Первый курс, наверное, всегда очень активный, когда приходят. Да, ну вот прям эти вообще как-то не выделяются, они все хотят всем заниматься. Сейчас вот буквально тут осень прошла наша, участвовали, все активно приехали, очень много даже болеть, не просто, не только участвовали, но и по балете то это. Ну, а поддержка такая, конечно. Да, ну и в том числе, да, за декана, конечно, переживали. Тоже рады. Вообще, кстати, не поменялся процент, все равно мальчишек больше идет. Ну, да, девушек у нас где-то процентов 10-15 поступает от набора. Ну, как-то есть вот, их больше становится с каждым годом или вот на одном уровне так и держится? Наверное, на одном, да. Вот лет пять назад появился скачок, да, это вообще мало было девушек, единичные штуки были на факультете, да. А сейчас вот держится где-то 10-15 уже на протяжении, может быть, 3-4 года, пока такого второго скачка нет. Ну, вообще они от мальчишек же не отстают. Нет. А где-то даже наверняка обгоняют. Даже и лучше, конечно, и с трудоустройством, они также устраиваются на заводы, на инженерные должности и работают довольно эффективно. А вообще вот это вот, ну, по факту, получается, вся вот эта выстроенная система нацелена, наверное, на пропаганду, на продвижение, на создание такого положительного имиджа уже рабочих инженерных специальностей? Ну, в том числе, да. И это также работает. Ну, и вообще это популяризация, наверное, вузов даже больше здесь. То есть показать, какие университеты, наверное, на более высоком уровне находятся. То есть какие в них... То есть это же как общественное признание. То есть, получается, эти конкурсы вот такие подобные показывают, что университет не просто живет, а он динамично развивается. И он соответствует, ну, всем критериям. Современно. Современно, да. Ну, и все-таки, ну, по факту-то, середина декабря. Можно же уже какие-то итоги подводить. Вот вы по поводу кандидатских, сказали, защищенных в этом году. Что еще можно отметить из достижения этого года? Ну, вот буквально неделю назад у нас хорошая очень новость. Наш ученый инженерный факультет стал обладателем гранта Российского научного фонда. Это впервые у нас вообще в истории университет такой грант именно фонд получили. То есть там на два года по два миллиона, по-моему, финансирования. Очень интересная тема по измельчению кормов, подготовке кормов. Ну, достойный результат тоже. Серьезный. То есть это фундаментальное исследование. Почему я говорю впервые? Потому что мы в основном занимались, конечно, прикладной наукой. Мало лабораторий, которые работают именно на фундаментальную чисто науку. Ну, вот у нас такой появился. Классно. Можно порадоваться. Вообще гордость большая. Да, ну и студенты у нас становятся также. Вот у нас стал студент обладателем премии Ежевского. Это тоже очень хорошая такая награда среди инженерного сообщества, где оцениваются именно конструкторские компетенции студентов. То есть вот он стал лучшим в России. В общем, и студенты, и деканы. Мы студенты, да. Куча всяких наград. Ну что ж, тогда хочется пожелать вам, чтобы всегда только по восходящей, только на развитие, чтобы и студенты, и преподаватели, да, и деканы, и все-все-все, чтобы все получалось. Спасибо большое за интересную беседу. Еще раз поздравляем с победой. А телезрителям напомним, что этим утром у нас в гостях был Андрей Александрович Павлушин, декан инженерного факультета Ульяновского государственного аграрного университета, председатель Ульяновского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Вы смотрите «Утро с репортером». Мы продолжаем. Хочу позитива. Лови настроение от лимонадов позитивити. Медгард ежедневно осуществляет выезды на дом врачей и медсестер, терапевтов, педиатров, а также докторов узких специальностей для взрослых и детей. 440644 Вместе с 2ГИС город подскажет верный путь. Маршрут построен. Вы приехали. Хорошо провести время. 2ГИС. Дай мне знак. Два часа утреннего эфира позади. А значит, пора пришла поговорить о праздниках. На календаре среда 13 декабря. Немного отвлекусь. Я вот подумала, если среду называют маленькой пятницей, а сегодня 13 число, можно ли сказать, что сегодня маленькая пятница 13-го? И если да, то стоит ли этого опасаться? Неожиданный взгляд на привычные вещи, но я считаю так. Не важно, как ты называешь среду, маленькой пятницей или большим вторником, от этого среда средой быть не перестает. Так что все суеверия сегодня не работают. Ладно, тогда к праздникам. Тем более, что в нашей стране сегодня отмечается День Медведя. И вот это мне кажется больше странным, чем вот маленькая пятница. Потому что виновник торжества спит. Ну, значит, мы будем отмечать праздник не так громко, чтобы его не разбудить. Ну, и тогда уж пожелаем всем спящим мишкам ярких и цветных снов. В нашей студии за яркость отвечают живые источные композиции от партнера программы студии флористики «Нимфа-73». Если вы проспали это утро, не беда. На сайте www.reporter73.tv можно восполнить этот пробел. Своими историями делитесь по номеру телефона утренней редакции 30 50 73. Этим утром для вас работала Оксана Коваль и Владимир Гаврилов. Увидимся совсем скоро. Пока.